Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero EO 99 года выпуска с двигателем 4G93, бензин, полный привод, автомат. Пробег на этом автомобиле 270 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле заменим маслосъемные колпачки, ну и по дороге заменим ремень ГРМ. Смотрим, поднимаем капот и разбираем потихонечку. Начнем с того, что сольем немного антифриза, потому что верхний патрубок надо будет снять для демонтажа диффузоров. Поднял автомобиль, снял защиту. С правой стороны походу у нас стоит краник на радиаторе. Одеваем на носик шланг и открываем пробочку. Все, сливаем немножко антифриза, опускаем и уже разбираем сверху. Но попутно здесь у нас на диффузоре есть крепление. С одной стороны диффузор разделен на две части. Открутим эти болты. Слил антифриз, а там слилась вот такая субстанция. Какой-то кофе с молоком, непонятно. Вот диффузор, про который я говорил, вот этих два болта ослабляем. Это левый диффузор. А правый диффузор у нас здесь просто стоит штифтами в направляющих. Сразу, пока мы снизу, ослабим шкив коленвала. Для этого нам надо будет удержать сам коленвал. Вот здесь на коробке есть лючок. Открываем этот лючок и отверткой большой зафиксируем. Ручок прикручен ключиком на 10. Держится болтиком. Полностью мы ее с ним... А, нет, снял. Вон видно. Маховик. Ловим его через отверстие. Отверткой. И откручиваем. Болт. Болт на 22. Все. Болт я ослабил. До конца мы его пока не откручиваем. Вот теперь можно уже опускать автомобиль. Ну и потихонечку, постепенно начинаем здесь убирать, что нам мешает. Снимем батарейку, аккумуляторную. Снимем верхний патрубок радиатора. Также воздухозаборник вот этот снимем. Снимем воздуховод. И в процессе уже будем дальше. Ну, как батарейку снимать я не показываю. Батарейку скинул. Снимаем воздуховод. Откручиваем. Странно, по идее, здесь клипса должна быть. Здесь какой-то саморез. А, хе-хе-хе. Клипсу. В клипсу воткнули саморез. Ну, хорошее решение. Хорошее. Также снимаем хомуты с патрубка. Хорошее решение. И снимаем воздуховод. Теперь снимаем приводные ремни. Для этого на ручейковом ремне, который у нас идет на гидроусилитель и на кондиционер, ослабляем гайку натяжного ролика. Откручивать ее полностью не откручиваем. Мы просто ее ослабляем. И вот сбоку, под пальцем показываю, болт тоже на 14 натяжной. Мы его ослабляем. После этого у нас ролик отходит. Ослабляется ремень. И мы спокойно уже его снимаем. Ослабил я болт. Вот он, ремень у нас сошел. И вытаскиваем его. Ремень на генератор. Здесь удобней. Ослабляем болт на 12. И вот натяжной болт на 12. Тоже головочка. Ослабляем. Генератор у нас отходит. И снимается ремень. После этого мы уже сможем снять шкив коленвала. Болт мы ослабили снизу. Генератор ослабил. Скидываем ремешок. И снимаем его тоже. Снимаем переднюю крышку. Откручиваем 4 болта. Головочка на 10. И снимаем крышку. Ремень стоит фирмы Mitsuboshi. Похоже он еще не так давно менялся. Но хозяин сказал поставить новый. Заменим оба сальника на распредвале. На одном и на втором потеть начали. Снимаем теперь верхнюю. Наш, скажем так, компенсатор. Откручиваем болты на 10. Четыре болта и хомут на дросселе. Выкручиваем. Выкручиваем. Также снимаем здесь сзади шланг. Вентиляции. И поднимаем. Теперь откручиваем катушки. Снимаем разъемы. Снимаем. Проблема. Продолжение следует... 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 Снимаем два болта сверху... Снимаем один разъем... И вытаскиваем вторую половину диффузора... Теперь мы откидываем всю проводку в сторону... Продолжение следует... Отцепляем... Вроде все разъемы... Вроде все разъемы я поснимаю... Отводим проводку в сторону... Теперь смотрим... Теперь смотрим где у нас... Крепится... Снизу кронштейны... Держащие... Наш... Наш... Впускной коллектор... А потом уже откручиваем его сверху... И снимаем целиком... Поднял автомобиль... Чтобы открутить... Гайки крепления коллектора... К кронштейну... Вот одна... А вот вторая шпилька... Но ни одной... Ни другой гайки нету... Снималось... Уже видать... Ремонтировалось что-то... И прикручивать не стали... Нужно сделать şасси... Вон... Здесь вот снизу я снял шланг на охлаждение дроссельной заслонки. Также вот кронштейн, который у нас проводку держит, я его тоже целиком открутил двумя болтами, головка на 10, снимаем вот эту вакуумную трубку, потом ее поставим, также снимаем шланг на вакуум, который у нас идет, вот я его тоже отключил. Здесь у нас второй подвод на охлаждение, снизу кронштейн, видно, болтается, кто-то его не прикрутил, я его не ослаблял. Трос освободил, теперь откручиваем болты и гайки, крепящие коллектор к головке. Откручиваем. Болты открутил, также сниму я дроссельную заслонку, хомут расслабил, снимаем патрубы. И откручиваем четыре болта, головка на 12. Для чего заслонку снимаю, здесь сзади, вот к коллектору подходит рециркуляция выхлопных газов, и не могу добраться до заднего болта, неудобно. Хочу посмотреть, что там еще снизу. Шланг я снизу этот снял, так как снимаю заслонку, я еще и сверху сниму его. Шланг охлаждения, заслонки. Болты открутил и убираем заслонку. Заслонка не дозакрыта до конца и очень грязная. Вот, про который я говорил, подвод. Откручиваем его тоже, два болта, головка на 12. Откручиваем. Так, ну открутил. Пробуем. Зашевелилось. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...